а что куда делись все объекты в комнате ребят ну блять ну что это тени остались объектов нет охуенная игра всем привет друзья вы на канале культ games и сегодня мы с вами посмотрим игру the lord of the rings голум самая раскритикованная игра 2023 года я как раз в процессе ее прохождения поэтому могу сказать тоже несколько слов давайте начнем с общих сведений и так это у нас компьютерная игра в жанре action-adventure и стелс разработанная на немецкой студии daedalic entertainment сюжет игры основан на романе властелин колец английского писателя джона рональда руэлла толкина главным героем игры является голум некогда бывший хоббитом но развращенный единым кольцом и страдающий раздвоением личности релиз игры состоялся на windows playstation 4 5 xbox one xbox series xs 25 мая 2023 года позднее и релиз состоится на nintendo switch разработка игры была анонсирована еще в марте 2019 года с планируемой датой выхода в 2021 году в январе 21 года разработчики заключили соглашение с французской компании након которая станет соиздателем игры выпуск который был отложен в марте 23 года была подтверждена дата выхода 25 мая после выхода голум оказался худшей игрой года по крайней мере на текущий момент это подтверждает как оценки критиков и пользовательские отзывы так и мое личное прохождение этой игры однако студия daedalic entertainment собирается испытать удачу второй раз компания трудится над еще одной игрой во вселенной властелина колец вообще игры в любимой многими вселенной властелина колец это всегда события но вот в случае с голумом поводов для радости нет новое приключение про голума оказалось настолько плохим что вызывает исключительно отрицательной эмоции daedalic entertainment ранее оказалось надежной студии который выпускает маленькие но достойные игры она к примеру создала shadow tactics blaze of shogun и серию игр deponia однако новый продукт компания это даже не мертворожденная игра это нечто хуже сейчас я вам расскажу как прохождение игры может причинить просто физическую боль контрольные точки возникают прямо перед проигрышем в миссии ужасно угловатая геометрия объектов с десятками невидимых стен постоянные проблемы с коллизией заставках постоянно падает fps и ведь все эти недочеты присутствуют в игре с графикой 2010 года это в лучшем случае текстуры ужасно низкого качества мыло на дистанции примитивные анимации дерганая лицевая мимика чересчур густые тени все это ждет вас в новой лорд of the rings голум местами стилистика пытается сгладить общие впечатления но получается плохо в мордоре все черно-красно-серые глаз совсем не цепляется за детали сами же локации выглядят до ужаса бедно ну может там крутой сюжет скажете вы но о сюжете лорд of the rings голум долго говорить не придется разработчики обещали показать историю приключения голума в период когда он потерял кольцо всевластия и до событий трилогии властелин колец в целом так оно и есть пять глав посвятили рабству персонажа в мордоре остальные путешествия во владениях эльфов или холесия единственное за что можно зацепиться в сюжете это постоянные споры между двумя личностями голума история дает чуть лучшее представление о характере персонажа демонстрирует его непостоянство и внутренние качели однако сопереживать главному герою все еще сложно ведь он показан хитрым хладнокровным и расчетливым существом далеко не всегда игроку дают выбрать какой личности прислушаться да и эти решения глобально никак не влияют на повествование пользователям предстоит принимать сторону голума или смогла на основе собственных моральных ориентиров причем быть злым нет никакой мотивации я лишь в одной миссии заметил возможность получить небольшое преимущество сама механика тоже обставлена очень просто нужно два-три раза выбрать правильный довод чтобы убедить вторую личность в остальном сюжет можно смело назвать полным провалом история половину игры топчется на месте а фирменное динамичное развитие постоянное ощущение движений главных героев из книг толкина отсутствует от слова совсем новые персонажи получились одноклеточными так как сценаристы не смогли их раскрыть робкие попытки показать внутренние интриги в мордоре тоже закончились на полусловия а детали о вселенной властелина колец игра выдает настолько мало что об этом даже упоминать стыдно сюжет в целом не хочет выстраиваться в четкую линию но интереса двигаться вперед не было ни в начале не в середине завершает длинный перечень проблем странная операторская работа в заставках с постоянными крупными планами голума похоже это попытка миновать технические проблемы однако получилось плохо отвратительно несуразно топорно криво можете сами выбрать эпитет по душе что касается геймплея о геймплее при воспоминании о нем хочется закутаться в теплый плед и выпить кружечку чая чтобы успокоиться но надо собраться поэтому начнем с простого с остался сегменты со скрытным прохождением строго линейны любой шаг в сторону наказывается поимкой главного героя никаких продуманных и вариативных арен здесь нет хотя откуда они возьмутся если у голума почти отсутствует способы влияния на маршруты стражников он может только бросать камни в отдельные предметы и тушить лампы чтобы привлекать врагов остальное стелс сводится к пряткам в тени или траве причем в первом случае враг может стоять в метре от главного героя и не увидит его почему в метре да потому что все локации это либо узкие коридоры либо замкнутые помещениям без следов дизайнерской фантазии устранять противников голум может но процесс очень долгий ведь нужно подобраться сзади держать кнопку зажатой около пяти секунд в одном из моментов когда надо было убить двух врагов разработчики создали относительно большую комнату развели противников по разным углам иначе при таком бедном и корявом стелсе поручение не выполнишь из-за схематичных анимаций голума ощущается неповоротливым хотя он знаменит своей ловкостью тяжеловесные бедные движения в купе с крайне примитивной геометрии уровней приводят к тому что протагонист постоянно где-то застреет не хочет залезать под повозку отказывается нормально поворачиваться так как камера ведет себя хуже чем японских играх начала нулевых враги все очень хорошо слышат при любом неосторожном движении над ними загорается желтый знак подозрения поэтому нужно очень медленно красца когда поднимается тревога орки могут даже заглядывать под повозки и выкуривать голума дымом я уж удивился что нашлась хоть какая-то положительная деталь платформинг выполнен еще хуже чем стелс подавляющую часть прохождения необходимо карабкаться по стенам и уступам раскачиваться на перекладинах и прыгать есть еще бег по вертикальным поверхностям который из-за непослушной камеры часто превращается в мучение но это еще пол беды главная проблема это до жути примитивный дизайн порой приходится лазить в течение 30-40 минут выполняя одни и те же действия здесь карабкался там перепрыгнул на другую сторону здесь пробежался по стене и так дальше шутка ли но главная находка платформинге это движущиеся платформы и перекладины никаких интересных и комплексных пространственных препятствий как и общего развития механики в голуме нет еще и зачем-то прикрутили выносливость которая расходуется во время быстрого бега и дальних прыжков но никакие дополнительных сложностей она не создает общая бедность платформинга дополняется отвратительно геометрии пространства и багами коллизии голум постоянно не допрыгивать срывается с уступа не цепляется за поверхность и так далее художники да и делик так вообще молодцы элементы платформинга то выделяются среди окружения аж режут глаз то теряются среди местной палитры а балансе остается только мечтать на протяжении прохождения авторы делают неуклюжие попытки разнообразить геймплей появляется механика управления спутником птицей или человеком но она тоже примитивна в своем исполнении еще и местами работать с перебоями иногда на пути попадаются легкие пространственные головоломки или даже стал с лазанием по стенам однако фундаментальные проблемы lord of the rings голум ощущается при каждом движении и попытки создать видимость разнообразия в постановке миссий и геймплейных секциях не добавляют красок в общую картину что касается системных требований вы послушайте какие системные требования и так для минималки вам понадобится intel core i5 4690 либо же amd ryzen 3 1300 x оперативки понадобится минимум 8 гигабайт видеокарточка минимальна это nvidia gtx 1060 на 6 гигов direct x 12 займет место на жестком диске 45 гигабайт как при настолько скудной графике нужны такие бешеные характеристики вашего железа мне остается непонятным что же давайте теперь глянем трейлер россия questions three ways to silence fear knife very effective answer which one do you think we should apply Продолжение следует... 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 Продолжение следует...